здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня Светлана и сегодня я вам покажу нашу виноградную школку ролик будет состоять из нескольких периодов съемки я снимала в меньшем состоянии но так получилось что той часть ролика я не успела разместить на канале потому что школка растет очень быстро у меня тоже много всяких дел и поэтому покажу как она развивалась и что с ней происходит сейчас вот так развивается наша школка такие уже большие саженцы красивые и надо сказать что некоторые из них даже обогнали те которые изначально укоренялись дома поэтому при благоприятных условиях черенки можно сразу высаживать школку либо на постоянное место и в принципе если сложится погодные условия то они могут вполне догнать те которые вращаются дома ну и конечно уже пора применить определенный уход кустики некоторые лозы уже достаточно большие вот там видно качает их ветром то есть уже надо подвязывать и будем делать какую-то шпалерку для этого также убираем все усики чтобы они не мешали друг другу не заплетались друг за друга и смотрите начинают у нас идти пасынки значит у пасынков мы прищипываем точки роста я напомню я пасынки не выламываю я только прищипываю сами точки роста чтобы у нас точка роста оставалась одна на верхушке бывает что встречаются вот такие двойнички вот это два побега из одной точки если бы я увидела это раньше то конечно один было мало сейчас уже выламывать не буду тоже прищиплем верхушку у того который не совсем удобно расположен мы его обрежем по осени либо обрезаем вот здесь коротко оставляя пенек уже сейчас выламывать не будем и смотрите еще что у нас здесь происходит вот эти вот маленькие кустики уже позавязывали ягодки по моему это валян скорее всего вот смотрите какой он причем две гроздочки хорошо пылились да такой вот малютка уже он эти гроздочки вот такие повесил и конечно гроздочки мы такие удаляем несмотря на весь соблазн ну если саженец не рос на постоянном месте то можно было оставить там буквально одну-две ягодки при хорошем развитии куста посмотреть сортность в случае если у нас есть какие-то сомнения в ином нам эти две ягодки погоды не сделают а при этом кустик будет развиваться несколько слабее наша задача вырастить хорошие крепкие красивые саженцы здесь ягодки в общем-то на каждом саженце расположены видите я их все убираю причем что замечено если мы высаживаем растим саженцы дома они да могут цвести но потом это соцветие усыхает не вытягивает а вот видите если сразу садить на свободу то в общем то вот такие уже ягодки могут быть каждый кустик каждый с ягодками сегодня у нас 26 июля и школка представляет собой уже вот такие заросли лоза где-то по метру где-то больше ну понятно что где-то и меньше все кустики индивидуальные все они развиваются по-разному теперь мы уже организовали такие мини шпалеры подвязку ну здесь все просто два ряда шпагата между которыми помещается виноградная лоза и некоторые растения растут так хорошо что достигли уже и верха это импровизированной шпалеры показывала уже междуряди постепенно мы засыпаем сеном либо соломой то что есть под рукой поливаем мы очень просто подключаем шланг и закладываем междуряди таким образом до водичка идет чуть ниже грядки но это и стимулирует рост корней виноградной лозы вглубь поливаем мы не часто поскольку у нас там черный спонбон трасс застелены междуряди поэтому земля достаточно хорошо сохраняет влагу тем более что здесь глинистая почва в отличие от песков на втором участке конечно в скором времени поливы прекратятся и уже будем работать над возреванием лозы в общем шкулка нас очень радует конечно прибавляет забот потому что растет все очень быстро и надо и подвязывать надо убирать пасынки но это такие хорошие приятные хлопоты но я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты для новых встреч